В учреждениях социальной сферы Заречного отопление появится сразу, как будет необходимо. Сотрудники школ, детских садов, организаций дополнительного образования и здравоохранения проводят постоянный мониторинг температуры воздуха. Было поручено всем социальным учреждениям, чтобы они отслеживали температуру внутри помещений и при понижении температуры внутри помещений ниже нормативной сообщали о данном факте в администрации для того, чтобы мы могли принять решение по включению именно учреждений социальной инфраструктуры. Жилые дома – вторые на очереди. Начало подачи отопления в многоэтажки напрямую зависит от погодных условий. Среднесуточная температура воздуха должна опуститься ниже плюс 8 градусов. Это факт температуры дневной и факт температуры ночной. То есть самая высокая температура и самая низкая температура, которая была днем и ночью. Они складываются и делятся пополам. И получается среднесуточная температура. Раньше для принятия решения о начале отопительного сезона было необходимо, чтобы такая погода продержалась 5 дней. Сейчас достаточно одних суток. С начала сентября подобных температурных показателей в Заречном зарегистрировано не было. Сейчас только первый день холодный. Можно сказать, вчера тоже было тепло. Первый день холодный. Но попозже маленько. Вот в садиках, в больницах надо. Я так думаю. А у нас тепло дома. Ну, в октябре уже, наверное, надо. А сейчас пока еще рано. Я думаю, еще пока нормально. Тепло? Да, да. Когда меньше, наверное, 20 градусов дома, я имею в виду, то уже, наверное, можно. Пока в квартирах горожан тепло. Не замерзнут жильцы и с наступлением холодов. Сотрудники ресурсоснабжающей организации начали готовиться к отопительному сезону еще летом. За лето мы провели 4 гидравлических испытания. По результатам этих испытаний было выявлено порядка 100 утечек. Все они были устранены. Каких-то критических утечек на магистралях выявлено не было. В основном все это на мелких диаметрах. На данный момент все неполадки устранены. По словам представителей компании «Энергопромресурс», городские теплосети на 100% готовы к отопительному сезону.